Ярослав, привет, привет, дорогой. Да, здорово. Это Илюхов, Куратов. Отлично, я стою на вокзале и снимаю полицейских крупным планом. Говори, что у тебя происходит? А? Что у тебя происходит? Ну, снимаю сюжет о взаимодействии правоохранительных органов с гражданами. А, понятно. Интересно. Слушай, будет минутка в... 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 Чуть-чуть. Конечно, вас, ваших напарников по службе и вашего начальника. Прошу, старший. У вас вопрос ко мне, почему я вас снимаю? Нет, я просто спросил, вы меня снимаете? Я всех снимаю. Ну, на данный момент меня снимаете. Сейчас камера направлена на вас, ведется аудиозапись и видеозапись. А для чего? М? Для чего? Сюжет снимаю, говорю. Ну, съемка для чего ведется? Для Путина Владимир Владимировича. А вопрос в чем? А 10 минут тому назад, в силу того, что я выйдя из метро, не увидел большого плаката, как попасть к поездам дальнего следования. Я побежал в сторону КАС пригородного направления. Понимая, что на поезд я опаздываю, если буду оббегать вокруг, я обратился к нескольким сотрудникам правопорядка, к сотруднику РЖД, объяснил ситуацию, что я бегу снимать репортаж, попросил взять у меня в залог деньги, что я обязуюсь вернуть и оформить билет, чтобы не посчитали, что это взятка. Я, конечно, озвучил это в присутствии свидетелей, и мне, как гражданину, было отказано в помощи. Я не вне средства, как бы на меня. Я услышал, я с вами не спорю. Сейчас, поэтому я снимаю репортаж о том, что произошло сейчас на вокзале. Все. Спасибо. Спасибо. Так, ну наберем, конечно, Катерине. Сейчас есть возможность сделать у нее интервью. Алло. Алло. Здравствуйте, Волнышко. Идет видеозапись. Понятно. Я хотел бы взять у вас интервью и провести инструктаж. Да, конечно, не гарантирую, хочу по связи, но готово. Качество связи отличное. Я прибежал на перрон, когда, ну, я, в общем, видел хвост поезда. Видел хвост поезда? Ну, когда я к тебе бежал, я снимал сюжет под названием «Погоня за поездом». Ага. И по дороге мне... Со мной происходили ситуации, которые меня задерживали в пути. Вот так или иначе, по обстоятельствам непреодолимой силы. Да. И прибежал я на вокзал, когда поезд уже ушел. Ценность времени. Кто-то имеет сутки, месяца, года и не в ценах. А бывает, что не хватает несколько секунд. Хотя, если бы люди, которые находились вокруг, прониклись бы в эту ситуацию и объединились для решения задач, то все везде успели бы. Ну, ладно, ты улетаешь в Питер, потом в Гонконг, посол мира, голубь мира. Ты увезла с собой логотип Global Wave? Да. А? Нет, нет, я наоборот хотел, чтобы ты увезла его туда и рассказала своим друзьям, знакомым. Ну, я вот собираюсь совершенствовать, над ним еще работать, и возможно в Гонконге в разных местах его как-то фотографироваться или там фотографировать. Ну, ладно. Расскажи идею организации студии Global Wave, интернет-видео студии Global Wave, образовательного канала, то есть в телевидении. Нужны студии в других странах, в других городах, на разных ездахах. Тельгегерская почта. Да, я это делаю, просто. Следующий шаг, над которым я собираюсь работать в проекте, это структурирование, структурированное положение идей проекта. Потому что опыт показывает, как бы, недавний пример тому Влад, что люди, которые соприкасаются с проектом, для них не совсем понятно, о чем он. Вот. То есть очень много того, что затягивает, но, с другой стороны, люди, как бы, в какой-то момент их отталкивают, потому что нет четко выраженной миссии, да? То есть, почему с Ивановым сложно спорить? Потому что он настолько четко все складывает. Эти парни носят почту, президентскую почту. Вот, вот. Ты меня еще хорошо слышишь, потому что я тебе уже с периодички с такими. Нет, отлично. Идет запись, поэтому то, что я сразу не пойму, я смогу переслушать. Вот. Поэтому важно сейчас вот это описать все. И, соответственно, когда я описываю, мне намного легче говорить. И, например, там в облаках, когда я говорила, то есть это маленький такой момент, когда просто в голове все устраивается. Особенно если главная суть проекта, это так или иначе, как бы, смена научной парадигмы, то, как бы, безусловно, важно, так или иначе, будут привлечены ученые и люди такого инженерного склада ума, в котором лучше доносить информацию в очень структурированном, понятном, логическом виде. Вот. Потому что люди не могут пройти тот путь, который ты прошел, потому что это 8 лет. Вот. И, как бы, сейчас я ставлю перед собой задачу саккумулировать эти знания, как бы, разложить по возможности с целью, как бы, доставшего предложения, как простому обывателю, так и людям, ученым, ученым, непосредственно, по-другому кладу ума. Молодец. Молодец. Ну, потому что это, как бы, самая критическая точка, и я очень надеюсь, как бы, что отпадут все люди, и, как бы, вампиры времени, которые у тебя очень много поняли, забирают времени. Хотя я понимаю, что, как бы, пока ты ведешь беседу с одним каким-то там, не знаю, без имен, да, идет запись, то другие, как бы, анализируют себя со стороны, они понимают, как они выглядят со стороны, потому что очень много, очень часто разговоры действительно абсурдные. И кажется, что вот человек, который пришел с какой-то там, может, даже своей идеей, он выглядит очень непредставительно. Поэтому очень надеюсь, что, как бы, вот именно, структура реализации, как бы, или, поможет отсеять, отфильтровать хотя бы какую-то часть людей. Варвара, варвара. Варвара бывает. Расскажи что-нибудь, пару слов про эридо-диагностику. Я сейчас снимаю изображение глаз крупным планом. Какое произвело впечатление на тебя? Слушай, опять же, знаешь, для меня как для человека, который, я не могу сказать, что очень много видела, но много все-таки видела. Поэтому, знаешь, если человек из деревни, то на него можно легко произвести какое-то впечатление. Когда сама я проходила эридо-диагностику в марте прошлого года, почему мне было непонятно? Потому что какие-то такие мелочи. Сменились цвета без объяснений. Сегодня Елена Владимировна очень четко объяснила, почему меняют цвета. Просто там изменяется норма температуры человеческого тела. Я думаю, цвета это просто для чего? Я сейчас снимаю, как у меня на сетчатке глаза в одной области просто явно и проплешина, грубо говоря. Ну так, визуально. А на глазе после выросли новые ткани, новые капиллярные соединения. То есть ткань восстанавливается. И это процессы запущены, еще они будут идти в следующий комплекс упражнений, который реабилитирует, восстановит межпозвонковый диск. То есть сейчас снимается то самое, во что вложены огромные средства и долгие годы, чтобы можно было зафиксировать. Сейчас даже человек, абсолютно не разбирающийся в виде диагностики, может видеть как на аторе, на аторообразной сферической структуре, ярко-голубой цвет выделяется на фоне покрытого белой капиллярной сеткой, образом говоря. Понимаешь, да? Слушай, я ничего не имею против, на сегодняшний день, против реабилитирует диагностики. Просто речь идет о том, в каком свете это все представляется. Я представляю, что это уникальнейшее доказательство того, что мы можем корректировать свой организм. И методов таких множество. И это должно быть задачей государства, всех нас обеспечить и предоставить условия для вот такой вот нужной... Аминь. А? Аминь. Ну и все. Давай позже созвонимся, ты на связи, я тебя наберу. Если тебе нужны финансы, обращайся. Канал Global Wave поможет вам. Слушай, ну сейчас у нас так больше задаваться вопросом не то, что сделал Global Wave для меня, а то, что я могу сейчас сделать, пока есть долгожданное горение 20 месяцев спустя. Вот. Ну, я не думаю, что оно угаснет, потому что оно имеет твердую с собой основу, поэтому сейчас... Ну, знаешь, как получается. То есть вот я начала гореть проектом. И с осторожностью немножко так, как-то сомневаясь, а стоит ли встречать этому жизнь, если честно говоря. И сразу, знаешь, пошли такие испытания. То есть у меня не было до этого таких вот разговоров, как с Владом. Потому что еще, ну, наверное, я была недостаточно компетентна, просто не могла вести на эту тему разговоры. Также Селина Александровна поднятый вопрос, потому что она, как бы, опять подняла эту тему и с Оксфордом, и с университетом. И я в очередной раз ответила себе, что, ну, на данный момент я осознана в том пути, на котором я хожусь. Вот. Алло, алло. Алло, да. Ну все, давай, созвонимся, я доберусь... Ну, понимаешь, я буду ехать за городом, поэтому у меня будет связь пропадать. Ничего страшного, это только нас забавляет. И вообще, я планирую довольно рано лечь встать, потому что у меня будет подъем в 5 утра, и... Ну, да. В общем, может, в какой-то момент я выключу телефон, но в любом случае. Ну, бывает такое. Если что, звоните менеджеру Ярославу Старухину. У меня телефон круглосуточно работает. Все, пока, до свидания. Я знаю. Пока. Обнимается. Счастливо. 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 В принципе, со стороны, конечно, я предложил достаточно странное впечатление. Но сотрудник полиции подошел, выяснил, о чем идет речь. Счастливо. Услышал кодовое слово. Владимир Владимирович Путин. И занял наблюдательную позицию. А мы все, что хотели сказать про хранительные системы, сказали в сюжете. Ну, что сейчас идти с ними выяснять? Они действуют в рамках своих полномочий. Командир бы не одобрил их такое поведение. Скажут, что за всем нет их вот. Вы что там беготню устроили на вокзале-то? Вот. Может быть сотрудник полиции кроссовки дать? Костюмчики по-спортивные. Разгрузочные жилеты. И чтобы они бабушкам, дедушкам помогали еще переносить сумки. Ну, а если какая-то буза, сумку бросается, хозяина отдается. И тут сотрудник правопорядка. Ну, что стоять-то и сделать-то? Все, все снято. Убываем в своих залах. Ну, и в завершение пройдемся по вокзалу, конечно же. Внимание обеспечивающих! Скорый поезд номер 173, Санкт-Петербург-Москва, принял на дорогу с первого пригодного сообщения. Скорый поезд номер 173, Санкт-Петербург-Москва, принял на дорогу с первого пригодного сообщения. Уважаемые посетители вокзалов, в целях доноза просим вас помещать вокзалушке ручного плави, символистов и транспорт. Санкт-Петербург-Москва, принял на дорогу с первого пригодного сообщения. 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 В зоне ответственности с того или иного сотрудников порядка. Ну вот, репортаж погоня за поездом подходит к концу. Вроде мы и догнали поезд, и в то же время задача не выполнена. Так и Владимир Владимирович у нас раз за разом ускользает от нашего бега, но рано или поздно мы догоним поезд. Продолжение следует...